Всем привет! Это подкаст «Вдохновение», которое теперь называется так. В общем, это Таисия, Blanche de Moscou, у меня сегодня в гостях. И Тая занимается организацией Kinky Party, Ladies of Burlesque, сама Burlesque танцует. Чем ещё? Секс с просветом. Да, веду секспозитивный блог. В Инстаграме. Все ссылочки оставлю на неё. Очень, в общем, интересный человек и подруга моя. И мы уже два года общаемся с тобой. Да? Так мало, мне кажется, больше. Мне кажется, у тебя сто лет уже. Не, наоборот. Я думал, да, уже два года. Ну, короче, да. И, в общем, не перестаёт меня вдохновлять и удивлять вообще. Спасибо. Так что супер был очевидный гость у меня на подкасте. В первом вообще я записал сразу, что, типа, надо тебя позвать первым делом, потому что, да, есть о чём с тобой поговорить. Тебя обычно зовут, все спрашивают про Kinky Party. Больше всего у тебя миллиард интервью, подкастов, чего только нет, я их почти все слышал. Какой тебе больше всего нравится? Самой? Вот, которая самая адекватная и объективная, на твой взгляд. Слушай, мне очень понравилось у Бухарова, ты его, наверное, смотрел тоже, знаешь. Это же моё, у него больше всего нравится. Слушай, у него как-то очень получилось так нежно, по-домашнему, причём он меня тоже спрашивал, знаешь, вопросы в духе, там, есть ли секс на Kinky Party. Он, кстати, был на Kinky Party, поэтому он вопросов, а что там происходит, уже не задавал. И он больше спрашивал у меня про какую-то жизнь, судьбу, и реально какие-то, знаешь, мы до каких-то таких глубин дошли, что я как к психологу сходила на пару часов, и такая, ну, в целом было интересно. Ну да, ну у него такой опыт, он же каждый день эти подкасты делает уже сколько лет? Уже года два, наверное. Ну и плюс, да, вот бывают люди, знаешь, как-то располагаются к себе сразу. Да, да, он очень крутой. Мы тогда с ним тоже что-то полтора часа говорили, и такое ощущение, что ещё можно говорить и говорить. Да, да, да. Классно. Я, кстати, тут смотрел его онлайн, в прямом эфире, кстати, тогда. Прикольно. Вот. Ну да, вот ещё прикольный подкаст у Мальчишника, ой, здесь программа была. Слушай, но у Мальчишника был как раз, как я его называю, такой типичный, типа, топ самых тупых вопросов про Kinky Party, или, знаешь, таких в лоб там, знаешь, и таких ещё немножко. Ну такой, на низком уровне юмора, типа, а вот можно, на Kinky Party можно всё, а можно я выйду на центр вечеринки и на сру, да. Я такая, это глубокий интеллектуальный вопрос, пожалуй, я не буду на него отвечать. Ну, давай, может быть, всё равно сделаем для, типа, моих зрителей, кто, я, конечно, немногочисленный, но, типа, в топ самых тупых вопросов, можно ли сексом заниматься? Можно, что там ещё? У тебя, кстати, тоже же был отдельный выпуск про Kinky Party. Да, с Настей, тогда. Да, хорош, что же, посмотрите, если что, у меня на YouTube-канале он есть. То есть, это не у неё на YouTube-канале, но у меня ссылка на него есть. А, поняла. В общем, что там ещё тебя спрашивают обычно про это всё? Слушай, как вы начинали, а почему там такие правила, чем отличаются от свингер-вечеринок? Такие вопросы чаще всего. Ну, ты задай мне те вопросы, которые тебе интересны, так будет, в самом деле. Да я чё, я знаю уже всё, я уже за последний год, я посчитал, тут на семейке Kinky Party был, по-моему. Вау. Вот то, что с карантина. Это хорошо. На всех, то есть. А, нет, я одну пропустил в Ampires Ball, потому что мы ковидом болели. Понятно. Я тоже переболела уже. И ты тоже одну пропустила. Тоже пропустила, да, а я морскую. Ну, вот, в общем, да. Да, ну, теперь вы, ты уже меньше сама даже организацией занимаешься уже. Ну, мы сейчас, знаешь, нашему бизнесу уже пять лет, то есть вот мы отпраздновали в конце февраля пятилетие вечеринки, сейчас уже вот пошёл шестой год, и, соответственно, я когда оглядываюсь назад, я такая, ну, почему я, знаешь, отреагировала, что мы всего два года? Я такая, когда я думаю о том, что кинки-пати уже пять лет, я такая, господи, пять лет, пять, это очень много. Скоро это будет больше, чем я занималась гинематографом в моей жизни. Снимала сексом. Не, ну, сексом чуть раньше, да. Ну, действительно, в общем, это очень долго, и происходит определённое выгорание просто от каких-то тех задач, которые тебе уже не очень интересно решать. И мы сейчас много занимаемся делегированием, много занимаемся упорядочением просто процессов, операционных процессов, умным словом. Пару раз ходили ко всяким бизнес-коучам, чтобы они нам тоже помогли. То есть мы, как бы, когда начинали, никогда не думали, что это станет бизнесом. Это начиналось именно по вдохновению, потому что хочется, как и Ладисов Бурлес, кстати говоря, тоже. Мне кажется, это самый лучший бизнес, когда так начинается, получается. А потом, как бы, ни я, ни Таня, с которым мы делаем кинки-пати... Давай, будет меня слышно? Слышно будет. Это нормально, будет слышно всё. В общем, ни я, ни Таня, с которой мы начинали делать кинки-пати, не знали ничего про бизнес. Я работала режиссёром кино и ТВ, Таня работала ученицей по-французскому, собственно, мы с ней так и познакомились. А, кстати, интересный ещё момент выяснился потом, что мы с Таей вместе учились во ВГИКе практически параллельно, почти там. Да, и почему-то ни разу не пересеклись в коридорах. Потому что художный факультет сидит там на своём четвёртом этаже, его фиг вообще достанешь. Только, ну, в столовке могли, наверное. А ещё Лапенко с нами учился где-то там. Да, Лапенко учился. Да много кто сейчас, кто на телеке. Кто прикольный, да. Вот, ну да. Извини, что перейдёшь. Про что? Про кинки. Да, ну, собственно, и у нас нету опыта бизнесменов, бизнесвуменов, да. Мы не очень знаем, как это всё правильно делать. И сначала это очень много делали по наитию, потом мы начали расти. И сейчас продолжаем расти. После ковида мы растём просто какими-то невероятными размерами. Причём и Ладисов Бурлеск растёт, и Кинки Пати. И если с Кинки Пати довольно быстро было, что там было 150 человек, потом 200, потом 300, потом 400. Вот сейчас была вечеринка на день рождения на 700-800 человек, на этом точно не скажу, но это такой объём был. Вот, и сейчас мы продавали вечеринку, sold out уже был за неделю, соответственно, у нас было 450 билетов гостей, плюс у нас волонтёров своих на вечеринке. 50-100. Чаще всего, то есть много людей, которые именно работают, да, на мероприятиях. Вот, и Ладисов Бурлеск в каком-то смысле, он, например, наше Бурлеск-шоу, оно медленнее росло, да, то есть очень часто у нас были истории, что мы такие раздавали, не знаю, промокоды артисткам, чтобы как-то стимулировать, значит, покупки, ещё что-то. И вот тоже сейчас карантин кончился, у нас все мероприятия sold out, сейчас вот будет вечеринка Драглеск, у нас лимит... В эту субботу? Да, 200... Подкаст, правда, выйдёт на следующий день. Ну, не страшно, я просто рассказываю, что sold out тоже будет, потому что нам надо продать было, ну, максимум в наших, знаешь, самых сладких мечтах, это было 250 билетов, сейчас продано 247 вот на сегодняшнее утро, так что я думаю, что тоже будет sold out, и я немножко в шоке от этого, потому что вот как бы наконец-то там те зёрна, которые мы сеяли, они не просто растут, они растут вот с какой-то феерической, я даже не успеваю поверить в то, что прикольно так всё начало складываться в этой жизни, но люди соскучились до зрелищ, до каких-то эмоций, впечатлений. Ну, вот недавно я была у моих друзей, твоих соседей, которые работают условно на обычной работе в офисе, вот, и они говорят, что, типа, спасибо вам большое за то, что вы делаете, они к нам и на бурлеск ходят, и на кинки, потому что, типа, вы заполняете наш вакуум в эмоциях, впечатлениях, то есть это тот опыт, за которым мы там, знаешь, готовы платить, хотим ходить, а потому что это там созвучно нашим ценностям и интересам, это вот, спасибо за то, что вы делаете. Ну, это как съездить в отпуск на, ну, куда-то прям в другую страну, можно сказать, сходить на кинки, мне кажется. Ну, да, да, наверное. Ну, для меня это так было, когда я еще не ходил постоянно, вот, ну, в смысле, вот, когда тогда приезжал давно. Кстати, про бурлеск тоже. На последнем лэдисе я встретил девочек из ВГИКа, с которыми учился, которые пришли сами, не по моим наводкам, как-то вообще сами, и такие, я случайно их увидел, они такие, типа, узнаешь нас, я такой, узнаю, пришли на бурлеск, сваш, смотреть, не знаю вообще откуда, я не успел с ними особо поговорить. Ой, я всегда спрашиваю, очень интересно, откуда люди приходят, такие иногда пути невероятные. Да, они просто что-то сразу закончилось, ушли, ну, не фоткались там особо, как, уже те знают, как надо, кто все время ходит, но все равно, все равно я так удивился, что люди узнают, прям, не только свои, ну, как бы своих-то, понятно, привык видеть уже, кто все время ходит. Ну, круто еще, что на каждом шоу там половина где-то новых. Слушай, на самом деле это пугает, потому что в какой-то момент мы решили, что, с самого начала, в какой-то момент, с самого первого шоу мы решили, что шоу немножко будет образовательным, потому что никто не знает про бурлеск, там, бурлеском занимается, там, 15 человек на всю Россию, и это очень мало, и этот жанр, как бы, у нас вообще его не существовало, то есть, там, если в Америке он целый век разгорялся, появлялись какие-то его особенности, имена великих артисток, судьба складывалась, то, как бы, в России не было вообще ничего, и вот мы, как бы, уже, ну, получаем некую готовую концепцию, сложившуюся в Америке, да, в 20 веке, и вот кто-то как-то ее по-своему начинает переваривать, там, базируясь на какой-то европейский или американский опыт, и, ну, как бы, русского бурлеска, по сути, ну, не существовало, существовало несколько имен, да, которые девочек, которые просто сами по своему энтузиазму начали это делать, и сейчас вот есть ощущение, что вот он появляется, вот можно говорить о том, что существует вообще русский бурлеск, как пакт, да, вот, и это, конечно, очень круто, только я забыла, с чего я начала, какую-то мысль хотела сказать, что ты меня спросила? Что новых людей половина, что ты сначала образовательная акция. Да, 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 и что мы хотели делать образовательную вот эту историю, объяснять, что вот есть Сали Рент, вот там, это ее был номер с огромными перевыми веерами первые, что вот Хорус Лайн, что такое, то есть мы все время рассказываем какие-то подводки к номерам, чтобы люди понимали, что, типа, вообще, что, почему, почему вот это выглядит так, как выглядит, какие у этого ценности, как это надо правильно смотреть, то есть, ты знаешь, я помню, когда первый раз моя мама пришла на бурлеск, даже не пришла, я ей видео показала, я говорю, вот, мама, я хочу вот этим заниматься, а она у меня в бывшем танцовщице, причем она в 90-е работала хореографом-постановщиком в кабаре, тоже часто эту рассказываю историю, и, то есть, у нее есть какой-то опыт, там, она любит ходить на балет, и, то есть, человек в теме, и она мне говорит, типа, я, говорит, не поняла, они же не танцуют, они просто ходят по сцене, и мне пришлось ей объяснить, что ты, когда смотришь бурлеск, ты смотришь не на то, как человек двигается, ну, то есть, или, скажем так, это не самое главное, ты смотришь на какую-то историю, которую артистка рассказывает, или на какой-то образ, который она представляет, на ее костюм, пластику, и она не обязана танцевать, то есть, хочет танцует, хочет нет, и, как бы, и, вот, должна быть какая-то насмотренность у людей, чтобы они понимали, потому что у нас были люди, которые приходили на наше шоу и уходили после первого отделения, чаще всего, знаешь, с такими лицами сидели такие... Типа, думали, что сейчас будет супер какое-то танцевальное шоу, представление, там, а не... Ну, к нам как-то подошли в перерыве, типа, из разряда, сходили бы вы на Крейв, значит, знаешь, такое шоу в Москве, Да-да-да, проходил, нет? Нет. Ну, Крейв, это, короче, а-ля Крейзи Хорс, вот они хотели сделать и сделали, да. Ну, Крейзи Хорс, они хороши тем, что они реально как... Это такой перформанс, построенный, да, на световом решении, и вот эта фишка, что все девушки одинаковые, она прикольная, она как бы стирает их индивидуальность, и в этом суть, типа, отсутствие индивидуальности и какие-то стилевые решения. Ну, да. Она просто красивая, как заставка Windows, красивая. Да, это просто эстетически очень радует глаз, но при этом, при всем, это как бы другой жанр, это не бурлеск, и, значит, что я хотела сказать, сейчас, секунду, вспомню мысль. Что тебе говорили, типа, это не Крейв. Да, что это не Крейв, а в Крейве, например, там было странно, вот я пошла, и там как бы есть черта от Крейзи Хорс, то есть там женщины с голой грудью, они примерно все одинаковые, но при этом очень много каких-то сольных номеров, есть как будто бы какая-то концепция, причем, значит, шоу называется What Woman Want, то есть чего хочет женщина, и при этом в шоу показывается, как все женщины бесконечно раздеваются и соблазняют мужчин. И я такая, ну да, конечно, все женщины хотят именно этого, и это как бы, ну, просто... На самом деле, что мужчина хочет. Ну да, просто странно, что они это так назвали, это так уже несовременно, это так, ну, как бы, в общем, они попытались посидеть на всех стульях, мы сделаем и театр, и танцы, и современные танецы, и кабаре, и, значит, и вот назовем это театральным перформансом, и еще Крейзи Хорс, и получилась, ну, какая-то каша. Но при этом, при всем, это действительно, ну, эстетически очень красиво, там очень сильные танцоры участвуют. И что я хочу сказать, приходят нам эти люди и говорят, у вас, мол, полное говно, вот ходили бы вы на Крейз посмотреть. Я говорю, вы поймите, это просто другой жанр, нельзя это сравнивать вообще. Как на рэп-концерт прийти, или на рок-концерт после рэпера. Ну да, ну ты типа... Вы читаете мало рэпа. Да, 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 да. Или пришел на балет, и там тебе показывают хип-хоп, и ты такой, и что-то не понял. Ну да. Короче, мой-то подкаст называется «Вдохновение», к чему я вообще. И я пытаюсь исследовать супер-тупой опрос обычно, который задают на всех интервью, что тебя вдохновляет в основе моего. Я объясняю каждый раз. Но я хочу больше, как бы, вот что тебя сделало, почему ты, в принципе, этим всем увлеклась. То, что там у тебя мама занималась танцами, и это все, это как бы понятно, это мы придем. Но в том числе, там первые... То, что вот, например, я очень сильно узнал, что ты комиксы любишь, и вот эти ElfQuest, и штуки всякие. Там, вот прям, короче, от первых мультиков, там, комиксов, фильмов до того, как... Ну вот, что сейчас тебе нравится, и что тебя сделало как творческую личность. И всегда еще у меня такой заход есть. Я всех приглашаю, кто как-то связан чуть-чуть с эротикой. Это не специально, это само так получается, но, типа, эротоманский подкаст такой, знаешь. Ты ведь тоже это все любишь очень, и, наверное, у тебя есть про что рассказать. Как ты, там, первые всякие эротические кассеты и прочее. Вот, так вот, давай сразу с детства начнем, а потом уже туда пойдем. Слушай, я вот... Это был интересный, кстати, опыт, относительно недавно случившийся со мной. Я в какой-то момент стала интересоваться шибаре. Ну, то есть, я когда попала в эту секс-тусовку, да, я начала с мужского стриптиза, потом был свинкер-клуб. В смысле, сходила первое? Ну, то есть, сходила, это был мой первый опыт посещения какого-то мероприятия, связанного с сексом. То есть, до этого ничего в моей жизни такого не было, я имею в виду во взрослом, да, возрасте. Вот, мне было, там, 24-25, и вот я первый раз пошла в мужской стриптиз и увидела просто на единицу, вот, площади столько голых, ну, иногда красивых, иногда странных мужчин. И я такая, блин, вообще, конечно, это интересно, потому что это вызывает очень много стыда, смущения, при этом сексуальной какой-то энергии. Я сходу влюбилась, там, в какого-то стриптизёра. Причём, это, знаешь, была какая-то совершенно платоническая любовь, я просто... А сколько тебе лет было? 24. А, 24, ого. Ну, сейчас я-то, я приду к чему. Да, да, да. Вот, и, собственно, потом я такая, слушай, ну, ладно, то есть я про себя поняла, типа, мне это интересно, у меня в тот момент происходил какой-то внутренний диалог с собой о том, что, там, я не хочу идти путём, предложенным обществом для хороших девочек, как надо вот себя вести, да. И я такая, я буду пробовать то, что мне интересно, и пошла в свингер-клуб, причём пошла в свингер-клуб тоже одна. В Москве первый раз? Я себе сделала, да, подарок на день рождения, то есть прям такая, типа, я пойду в свингер-клуб. Это тоже ты об Ухаровой рассказывала. Ну да, ну слушай, не все же смотрели. Не-не, понятно, я просто вспоминаю. Да. И... Нет, это крутая история, да. И суть в том, что я якобы пошла одна, потому что я пошла за своим опытом, я не хотела, чтобы со мной кто-то был, и очень часто меня спрашивали, знаешь, типа, а ты с кем, девочка, кто тебя привёл? Я такая, а я сама пришла, потому что вот, ну как бы, мне это интересно, знаешь. И дальше я и в Шибаре опыт, как бы в БДСМ какой-то пошла опыт, я попала на фестиваль Шибаре, он назывался тогда Moscow Knot, сейчас он чуть-чуть переименовался, там у него организаторы немножко перетасовались сейчас, Moscow Bound, и он как раз тоже вот будет в конце апреля. О, да? Да, вот 17, 18, 19. О, да, отходите. Ну, короче, если там есть фюбилеты, то же... Ну, суть в том, что раньше туда приезжали всё время со всего мира, там и японцы, знаешь, типа, там вот аутентичный бандаж какие-то европейцы, которые тоже с этим жанром, как с жанром перформанса уже там, там же тоже целая культура, да, за этим огромное сообщество, они там все экспериментируют, придумывают новые узлы и обвязки, это, знаешь, там тоже... То ещё задротство, короче. Вот, и суть в том, что я попала на этот фестиваль, увидела шибари, решила попробовать, и я несколько раз попробовала, где-то там, моля, на третий раз, и я висела в подвесе, и меня вдруг осенило, что я в детстве залезала на канат. Это я всё... К чему ведут у меня прадедцы? Да-да-да. Отвечаю. Что я залезла на канат, и я кончала, потому что я пускала верёвку вот эту между ног, и я, естественно, не знала, что со мной происходит, просто мне было приятно, и это было ещё... И физрук такой, спускайся уже. Не-не, ты в дошкольном ещё возрасте был, то есть у меня была шведская стенка дома, и этот... У тебя прям домашний, домашний этот, как сказать, аксессуар, предмет для кончания. Слушай, ну, если честно, я, видишь, об этом очень быстро забыла. Я, причём, кажется, что у многих детей был какой-то опыт, когда они на это случайно натыкались, и не понимали, что это. Ну, типа, ну, прикольно, ну, приятненько было, интересненько. Знаешь, это какое-то физическое ощущение, ты его не связываешь с возбуждением, потому что, в принципе, ещё не испытывал возбуждение. А теперь от шибари как? Прямо суперудовольствие получается? Слушай, зависит, ну, кто шибарист, конечно же. Ну, понятно, но у хорошего, если... Если у хорошего, то да, конечно, ты можешь кончить даже. Слушай, шибари всё-таки это околосексуальная практика, на мой вкус, то есть там намного больше про некое доминирование, подчинение, скованность, отпускание контроля, нежели про оргазм. То есть это может быть в какой-то момент немножко приятненько. Но опять-таки, типа, есть вот бандаж для секса, и он прям сделан так, что тебе удобно висеть в этих верёвках, ты можешь долго провисеть в одной позе, поза такая, что можно трахаться, и тогда мы это всё как бы сводим к сексу. Это вот отдельная история. А если мы говорим о шибаре, как вот всё-таки там вот о именно практиках в верёвках, чаще всего оно не включает в себя там пенетрацию или, в принципе, какой-то сильно возбуждающий опыт. То есть там, не знаю, если вы хотите, если вы договорились, можно там какой-нибудь вибратор приложить, за соски подёргать, но больше... Привязать его к ноге. Ну, тоже да. Ну, то есть, но больше это всё-таки про вообще ощущение тела. То есть ты скован, ты не можешь сам ничего там, не знаю, почесать, подвигать. У тебя, например, начинает где-то затекать рука, потому что верёвка сильно давит, ты начинаешь на этом концентрироваться. В этот момент тебя шибаризм, допустим, отвлекает, типа, не знаю, там, дёргать за сосок или там что-то там резко меняет положение тела, у тебя кровь всё резко проливает в другие. И ты так сильно концентрируешься на своих ощущениях. Почему чаще всего у девушек в шибаре глаза закрыты там, или вот такое выражение лица. Не потому что ты там изображаешь оргазм или там кончаешь в этот момент, а потому что ты находишься немножко в таком астрале, когда настолько сильный стресс у организма, настолько сильные какие-то эмоции, чувства, именно вот такого отпускания контроля, ты такая, господи, господи, там, я не знаю, у меня сейчас отвалится рука, ну, условно. Или, боже, мне страшно, а вдруг я там не справлюсь, не смогу, и потом, нет, смогу. И вот меня сейчас перевернули, а как это мне, как я, как я чувствую. И там очень много про тело, и ты настолько сильно заполнен вот этим всем и ощущениями, то есть настолько там какие-то там гормоны, эндорфины в тебе кипят, что тебе вообще не до какого-то вот прям, не знаю, я не думаю во время шибаря. Это как во время секса, тебе просто мозг отключается. Круто. Реклама шибарь. Да. Так что, ладно. Значит, это первые такие у тебя ощущения были, а потом постепенно, ну, как у тебя, ты танцами там увлеклась. Слушай... Я вот знаешь, что про тебя знаю, что ты супер любишь себя показывать и вообще, типа, вот, всё время, смотрите, я здесь, я здесь, я здесь. Это у тебя всегда есть было, да, наверное? Я даже с психологом это обсуждала и думаю, что ещё не раз обсужу. Я с детства любила выступать, танцевать, я родилась, я была единственный ребёнок на очень большую семью, то есть у меня ни двоюродных, ни родных, братьев, сестёр, никого нет, но зато у меня бабки, детки, тётки с каждой стороны, по тёте ещё, сестра бабушки и ещё там, в общем, короче, куча народу. И вот куча видео с детства, где я маленькая, мама, например, перед всеми, там, в костюме кошечки или в костюме русалочки скачу. Мама мне... Мама ещё у меня очень творческая и папа. То есть они мне всё время какие-то придумали, там, на день рождения какие-нибудь конкурсы, давайте все станцуем, там, то или сё. Я, например, я занималась в локтевском ансамбле танцами 7 лет, русскими народными и прочими народными всего СНГ, да? То есть у нас и якутский был, и калинка-малинка. И все мои родственники ходили на все мои концерты, потом они эти танцы повторяли на моих днях рождениях и прикалывались как бы над этим. То есть вся семья была очень сильно вовлечена в некую вот эту культурную жизнь, и все, понимаешь... Мне кажется, что ребёнок очень сильно впитывает то, что нравится его родителям. То есть если ты говоришь, там, учись хорошо, при этом транслируешь, что надо бухать и курить, и, там, говоришь, не кури, но при этом куришь, ты даёшь, ну, запутанную, как бы, концепцию ребёнку. Ты говоришь, типа, в целом кури, просто говори, что это плохо. Ну, можно. Вот, а в моём случае родители мне всё время говорили, типа, а-ля, учись, но при этом счастье вот в перформансах, в праздниках, и это вообще было самое главное событие моей жизни. Вот, знаешь, вот была моя жизнь, знаешь, вот как секвенция на... Были пики в виде праздника. Да, и вот я живу-живу какой-то скучной, да, жизнью, вот там, что-то учёба, фига-фига моё, или какой-нибудь... Раз, в день культуры надо поставить спектакль, всё, я мобилизируюсь сразу, мне какие-то идеи, мы собираем людей, что-то делаем, шьём костюмы. Крутинки, этот, брейнштормы. Не, на самом деле, кажется, что, конечно, все мы из детства, и я очень увлекаюсь психологией, считаю, что это религия нового века, да, и, конечно, да, я думаю, что на меня это сильно повлияло, однако у меня в какой-то момент был, знаешь, такой заморочек в духе, ну, я вот с психологом это обсуждала, говорю, типа, а вдруг это не я? А вдруг, ну, условно, родители меня насиловали своим, ну, вот этим вот активностями, добрым отношением, да? Слушай, ну, у тебя, мне кажется, вот почти очень во многих случаях, может быть, так и можно подумать, но у тебя ты же реальное удовольствие получаешь от этого. Да, и я тоже, знаешь, вот я и сказала, это психолога, она мне говорит, он говорит, конечно, вот ты попробуй, говорит, заставь ребёнка, если он не хочет что-то делать, он тебе сядет, как начнёт реветь, ну, типа, она говорит, ты не, ну, не думаешь, что... Да даже сейчас, мне кажется, ты вот, у тебя счастье настоящее, когда всё это происходит. Ну, да, да, я очень люблю себя ощущать на сцене, чувствовать себя на сцене, чувствовать там аплодисменты вокруг, какие-то восхищённые взгляды ловить, слушать благодарности, наверное, это вот обратная реакция, это то, что меня очень мотивирует. Мне кажется, знаешь, ещё бурлеск такое дело, ведь, ну, как бы не секрет, что не очень много зарабатывают артисты бурлеска, и в целом эта штука не суперприбыльная, и всё там основано почти что на энтузиазме и на любви к творчеству таком. И очень трудно было бы, например, именно бурлеском заниматься, если бы у тебя даже где-то на подсознании было какое-то, ну, что-то типа не твоё. Вот, потому что, мне кажется, вот бурлеском именно занимаются те, кто прям любит, хочет и желает выступать больше всего. Это как, ну, вообще сцена ведь, как наркотик, ты когда один раз получила... Вот ты первый раз это в детстве получала от родителей? Мне кажется, да, это вот были семейные праздники, когда я там... А в школе там выступала тоже? Потом в школе я со второго класса выиграла какой-то конкурс частицов в нашем классе, меня отправили на какой-то региональный конкурс частицов, я его тоже выиграла. После этого мои учительницы, которые тоже очень позитивно относились ко всяким этим постановкам, я помню, мы ставили этот... Попа и его работник Балда, вот, и там был мультик такой советский, немножко с песнями и плясками, вот мы его ставили. И меня, значит, у меня была роль этого чёрта, типа, ля главная, чуть ли не главная роль, где надо было много кривляться, бегать и вот это всё. И я дико радовалась, то есть, что меня вообще заметили, поставили там на главную роль. И как бы я в этом себя чувствовала абсолютно органично, комфортно. Правда, потом у меня были некоторые проблемы в связи с тем, что когда мы перешли, вот мы после третьего переходили в пятый, там было перераспределение классов, типа, были вот все в одном, а потом гуманитарии, биологи, ля-ля-ля. И вот, естественно, я пошла в гуманитарный, где сплошные девчонки были, и там руководительница классная была, которая такая в духе пионера-вожатый. Типа, мы все равны здесь, не надо выделяться, а давайте не та будет сегодня солисткой, там, а Маша. И Маша такая, знаешь, типа, нафиг мне это надо вообще, но мы за равноправие. И, ну, слушай, тут как бы люди разные, я сейчас это очень понимаю. Очень часто интроверты приходят на кинки-пати, им неприятно, страшно, и вообще они такие, фу, это не для нас, условно, да? Да, и это окей, ну, типа, я делаю мероприятия для тех людей, которые как бы похожи в каком-то смысле на меня, да, или чувствуют со мной какой-то общий вайбус. Мне кажется, на самом деле, можно я быстро скажу? Мне кажется, очень прикольно именно то, что интровертом очень многим, мне кажется, как раз окей на кинки-пати, потому что они, как бы, в них это есть всё, просто они нигде в обычном мире не могут никак себя выразить или ещё как-то, а вот на кинке они именно себя выражают, и там у них случаются какие-то коммуникации. Ну да, да, понимаю. Но видишь, тут вопрос ещё в том, что есть, например, вот вечеринка на зломаме, они делают вот конкретно, знаешь, вечеринку для интровертов, то есть там тише музыка, почти нет каких-то сексуальных контактов, и вообще фокус на другом. И я в целом рада, что есть вечеринки и появляются сейчас, которые делают что-то своё и для кого-то ещё там, вот, наша всё-таки вечеринка, прежде всего вечеринка, и мы всё время это пытаемся объяснить, там музыка, там танцпол, там бар, и, например, вот там моя одноклассница, к слову, о школе, недавно мне написала, нашла мой инстаграм, такая, вау, господи, та, я кем-то стала, как круто, ну, то есть в позитиве, вот, и пришла первый раз на нашу вечеринку, написала, что ей тоже очень понравилось, но как бы ей было тяжеловато, потому что она, в принципе, в жизни не ходит в клубы, и как бы для неё тут клубная атмосфера, в новинку, музыка громкая, но, ну, типа, в целом она сказала, что она придёт ещё, но я думаю, я просто к чему это всё говорю, люди разные, кому-то, наверное, было тяжело со мной в школе, да, то есть я была, тяжело со мной, ну, в смысле, я была такой звездой, я хотела быть звездой, я была звездой, и я была довольно, ну, как бы, эгоистичной и очень энергичной, знаешь, иногда бывает... Я, по-моему, ничего не изменилось особо. Но изменилось то, что я нашла ту компанию, А, которая тебя принимает. ...принимает, и где мои вот эти особенности, они в плюс, а не в минус. Такие, ну, та и такая, все... Ну, да, да, ну, как бы... Как бы нормально. Ты знаешь, тут иногда бывает такая история, что, там, типа, вот мой ребёнок, я не знаю, как это... Не знаю, тут какая-то присказка где-то была, что вот приходит родитель к психологу и говорит, что вот мой ребёнок там, типа, любит сплетничать, и вообще у него плохой характер. Он такой, будет отличным шпионом. Ну, то есть любого человека можно взять его в лучшие качества и повернуть в ту сторону, где он будет нужен. Ну, короче, нашла себя, грубо говоря. Да, ну, то есть, на самом деле, ну, это, слушай, это даже не в двух словах я хочу акцентировать на этом, что это был тяжёлый путь. Ну, понятно. Потому что не сразу всё сложилось. Потому что были какие-то вот видения какого-то будущего правильного у моей мамы, у моих родителей. Слушай, мне кажется, я понимаю, что путь тяжёлый, я как бы не обесцениваю, но, мне кажется, процентов 80 людей вообще его даже близко не подступаются к нему. То есть у тебя он прошёл очень успешно и довольно быстро. Может быть, конечно, тяжело. Ну, каких-то, господи, 5-7 лет. Ну, всё равно ты нашла себя, и результат крутой, и ты с этим пониманием будешь жить всю оставшую жизнь. А люди практически все вообще себя не находят. Ну, кстати, это в частности то, о чём, мне кажется, я много пишу и говорю, потому что мне кажется, что это здорово, чтобы люди находили свою самость, самодостаточность, свои лучшие стороны и искали место там, где им хорошо и комфортно, а не там, где им сказали родители, обществу или ещё что-то. У меня на самом деле, вот, это, конечно, как бы не реклама King & Body и всё такое, но я бы действительно всем бы советовал туда сходить. Конечно, не всех туда пустят, но в целом людям было бы хорошо, вот если представим, что все адекватные, людям было бы хорошо туда сходить, чтобы понять про эту сферу своей жизни, как они себя ощущают, как бы вот им не нравится это или им нравится, или всякие практики тоже попробовать хорошо. И нормально, если тебе ничего не понравится. Ну, например, ничего в жизни не пробовав, и говорят, что, типа, мне это всё чуждо, это всё плохо, это для извращенцев. Слушай, это очень стигматизированная тема, и, слава богу, она сейчас каким-то хотя бы образом, хотя бы в нашем розовом пузыре выходит. Недавно тоже с Таней об этом говорили. Есть желание, чтобы в будущем как бы sexual wellness стал на таком же уровне, как там, например, сейчас мы заботимся о здоровье. Мы ходим в аптеки, покупаем таблетки, если они нужны, мы занимаемся йогой, я не знаю, мы следим за тем, что мы едим. И как бы это появилось не сразу. В голодные времена, понятное дело, люди ели то, что выросло. И как бы, если бы ты в голодные времена пришёл и сказал, о, боже, эту крупу мы едим, а вот эту тут глютен мы не едим, мы все бы покрутили у виска и сказали бы, ты больной. Наверное, знаешь, можно проиллюстрировать это таким большим пузырём людей, которые заботятся о своём здоровье. Маленький пузырь в нём, кто заботится о своём психическом здоровье и совсем крошечный внутри, который заботится о сексуальном здоровье, но не в плане тестируется там на ЗППП, а вот именно про свои границы сексуальные и прочее, знают, что им нравится, что не нравится. Ну да, я к тому, что мне очень хотелось, чтобы вот итогом всей моей жизненной там трудов и работы стало то, чтобы эта сфера тоже, во-первых, была не так стигматизирована, нормализовалась и было бы нормальным прийти и сказать, слушайте, там, я не знаю, как, я сходила на бачату, вот, не знаю, мне понравилось, а на танго нет. Я сходила на шибаре, мне понравилось, а порка нет. Потому что у людей какая-то просто, вот ты им говоришь, сексуальные практики, у них просто, это же происходит. А так называются сексуальные, там нигде сексом-то не занимаются. Ну да, это околосексуальные практики, можно назвать их околочувственные практики, околотелесные практики. Типа какой-нибудь там условное шибарение не так сильно отличается от какого-нибудь танцевального опыта или каких-нибудь там экстетик-дэнс, которые сейчас там популярны, или ещё что-то. Потому что это тоже некая забота о себе и узнавание себя просто, на другом поле. Да, согласен. Ведь ходят, например, всякие продают там порисовать картины, куда-нибудь пойти, там студии рисовальные, ещё там что-то. Да, если ты купишь такой блокнотик и порисуешь, это не сделает тебя художником, но, возможно, сделает тебя чуть-чуть более счастливым человеком, потому что ты займёшь свой вечер созданием чего-то страшного красивого. Не знаешь что-то про себя. Да, да. Может быть, ты узнаешь, что ты на самом деле мог бы стать крутым художником. Слушай, я считаю, что вот ещё нашу миссию, я такую вижу очень сильно вдохновляющую, что очень многие люди, приходя на кинки-пати, на ней остаются не просто как гости, а начинают с нами работать как, например, мастер сквирта, мастер доминирования шибари. То есть это вот конкретные кейсы. Пришёл Анзол, который занимался педикюром, маникюром и вообще... А подожди, он вообще вначале просто пришёл? Он просто пришёл, при этом он приехал из Питера. Кто-то, через кого-то мы познакомились, я сейчас уже не вспомню. А, я думал, он сначала этим всем занялся, а потом уже к вам присоединился. Нет, в том-то и дело, что он пришёл на вечеринку... Я тоже могу стать мастером сквирта и потом быть таким, ходить на вечеринке, так иначе... Да можешь, что ты и делаешь, что, знаешь, как и бурлеск, кинки — это некая сейчас сфера, это, как это называется, что-то синякиан мне всё время рассказывают про бизнес, есть такой термин. Не знаю. В общем, когда ты стоишь, и ниша открыта полностью, всё там, никого нету, понимаешь, делай, что хочешь. И очень огромное количество людей начинают... Вдруг, неожиданно... Ну вот у нас, например, был тоже дядь Саша, который у нас сейчас главный по кинке полиции, который следит за безопасностью на вечеринках. Он же у нас ведёт мужское доминирование с Айси и Шибари. И я просто вижу, как человек растёт на наших глазах, он просто пришёл на нашу вечеринку. Я даже помню, как мы с ним первый раз познакомились. Он работал тоже на обычной работе, в какой-то момент что-то начал депрессовать и понимать, что он не может больше заниматься тем, чем он занимается, потому что ему это неинтересно. И вот я вижу, как этот просто бутон раскрывается на наших глазах, потому что он потрясающий доминант, очень красивый мужчина, он делает классные перформансы. Одни замечательные положительные о нём отзывы от всех девчонок, которые к нему ходят, и тех, кто ходит к нему на обучение. И как бы я вижу, что вот мы дали человеку работу. Мы дали человеку не просто работу, некий смысл жизни, некий интерес, которым он сейчас живёт, даже если это потом когда-то изменится. Но сейчас это огромное изменение жизни, которое бы с человеком не произошло, если бы нас не было. То же самое, кстати говоря, с бурлеском, и с кучей бурлеск-артисток, которые стали заниматься бурлеском, потому что появилось там наше шоу, потому что появилась вообще какая-то индустрия. Ну да, и мы с Радмилой тоже это обсуждали, что вот сейчас уже получается третье поколение где-то бурлеск-артисток. Я думаю, что когда пройдёт 20 лет, и мы будем об этом вспоминать, это всё будет всё ещё первое. Ну то есть на самом деле, да, можно сказать, что там, я не знаю, условно первое поколение было там ещё 10 лет назад, вот когда начинала Аня Павлова, ну слушайте, ну там было 5 человек, можем ли мы это называть словом поколение? Поколение. Потом стало 10 человек. Вот появились там ещё, там условно мы с Радмилой, да, там Нона раньше, окей, начинала у меня Нона там в пенапе, а потом тоже пришла в бурлеск, стала более плотно этим заниматься. Там Асина с Сахары приехали в Москву, и тоже как бы это стало всё ещё больше, ещё как-то активнее и так далее. Вот. И окей, сейчас стали появляться уже наши ученицы, и мы стали все вести курсы по бурлеску. А скинки тоже может такой, наверное, проследить, что вот вначале была совсем маленькая, да, какая-то команда энтузиастов, типа ты, Таня, там, то ещё. Да, слушай, очень смешно, что... Анзол когда, значит, сразу к вам приезжает? Анзол пришёл к нам на, по-моему, третью, или даже четвёртую вечеринку. Да, слушай, это же, боже, это любимая тема всех. Анзол сквертолог наш. Более того, он сейчас занимается то, что называется суррогатный партнёр. Это очень скользкая тема, сложная. Человек, который вообще никогда об этом не слышал. Я не хочу сейчас в двух словах рассказывать, что это, потому что, типа, это очень объёмно, но то, что делает Анзол, это очень круто. Это тоже человек, который благодаря кинке, как бы, нашёл себя. И, конечно, там, не только благодаря нам вообще, но он, как бы, увидел эту дорогу благодаря кинке и, конечно же, сам по ней пошёл, потому что он талантливый, классный чувак, и у него есть к этому предрасположенность, да, там. Ну, он почти сразу, да, с вами, ну, с первого. Он приехал, он у меня остановился ночевать просто, то есть я его не знала, он такой, давай я с монтажом помогу, потому что его кто-то там посоветовал. Он приехал, ему понравилось, но он ещё тоже где-то полгода или год после этого уходил со своей работы, начал переходить там больше там с маникюра на эротический массаж, с массажа на сквирт, и со сквирта дальше уже на сессии именно уже более такие психологические, потому что стали к нему приходить не просто девушки, которые я сквирт хочу, а девушки с проблемами с сексуальностью. Да, он говорит, но если из трёх-четырёх часов, он часа два-полтора говорит. Разговаривает, да. Некоторые приходят к нему, понимаешь, часто просто люди, сами не знают, чего хотят, я очень часто это встречала на своих тоже консультациях, когда ко мне как к секс-коучу обращаются, что человек приходит и говорит, я хочу научиться минету, а на самом деле он про жизнь хочет поговорить или говорит, помоги мне там, не знаю, научиться там, не знаю, делать глубокий горловой, а мы в процессе, я просто начинаю задавать вопросы. А зачем тебе это? А ты хочешь этого сама или этого хочет мужчина? Какой у тебя был опыт? И там такая жопа вскрывается чаще всего, как женщин там заставляли, как был травмирующий опыт, о какой мы вообще сексуальности сейчас говорим, если там типа травмы на травме, травмы погоняет, и это всё надо разобрать, нельзя это просто положить на полку. Да, и это всё скрывается. Кстати, вот как только вы начинаете ходить, это всё-всё-всё скрывается. Это прям, ну это я и говорил, на самом деле, тоже везде, это как лакмусовая бумажка, всё скроется, вы всегда узнаете, не только про секс, а в принципе про жизнь, и, возможно, это будет очень плохой, ну в смысле, что-то неприятное про себя поймёте, тоже может быть. Может быть, наоборот, что-то хорошо. Если любой опыт хороший. Не, я имею в виду, что, ну в смысле, в момент будет тяжело, например, иногда, но потом постепенно, конечно, это всё будет клёво и станет лучше. Важно понять, потому что просто главное понять про себя что-то. Ну, прежде чем начинать что-то делать. Конечно, конечно. Ну, короче, это как, можно сказать, к психологу сходить, я имею в виду сейчас в целом. Интенсивная терапия такая. Да, ты просто про себя узнаёшь сам, без помощи посторонних людей, ты просто пришёл на вечеринку, грубо говоря, походил там, не знаю, 6 часов, или сколько там оно длится, и узнал про себя кучу всего, даже не касаясь других людей, можно сказать. Уже ты поймёшь про себя много. Это правда. Первый, кстати, первый раз вот ты в свингер-клуб пришла. Какие у тебя были, ты помнишь, ощущения, и в целом у тебя шок какой-то был или что? Слушай, я думаю, что я не зря начала делать кинки-пати, потому что прям шока у меня не было. Я и порно как бы смотрела в тот момент довольно активно, ну как активно, ну как активно, ну в смысле я знала, что это существует... У меня не было постоянного парня очень долго. Я часто тоже об этом рассказываю. Многие мне говорили, я думаю, что ну просто... Нет, я должна была прийти к тому, чего бы я хотела, потому что появлялись какие-то мужчины в моей жизни, и я такая, это не то, это не то. Объяснить не могу, но это не то. И просто иногда просто это было не то время, не то место, не тот человек, и как бы... Просто ты такая, типа, порывистая, сразу такая, типа, нет, сразу... Как чувствуешь, что что-то не то, сразу обрубала? Да, у меня очень много было историй, когда человек мог буквально что-то сказать, и я такая, всё, двери закрылись. Ну как бы... Это могло просто не в смысле, знаешь, он там почесал нос и вот, и там козявку вытащил. Это как раз мелочи, а в смысле... Это как раз классно. В смысле, мне очень важно сойти с человеком по ценностям. Ну, и чтобы он меня понимал, принимал, не осуждал. То есть, знаешь, разные были истории, и со всякими людьми, которые начинали меня убеждать, что то, что я делаю, это греховно там. Ну, то есть, понятное дело, что я ни с верующим человеком себя не вижу, ни с человеком, который там любит там сладшеймить или бодишеймить, и вот это всё. То есть, это не про меня. А таких в России очень много, и если ты знакомишься с людьми, там, через Тиндер условно какой-то, а иногда, ну, это единственный способ, ты очень много натыкаешься на говно, и приходится очень много расстраиваться, отказывать и так далее. Хотя в итоге, видишь, своего парня я всё-таки через Тиндер нашла. Ну да. О чём это мы, к чему это я начал говорить? А, про свингер-клуб, что-то у тебя не было, шок. А, кстати, хочешь прикол? Да. Я не был до сих пор ни разу в стриптизе, в стриптиз-клубах. Я видел стриптиз... Я в женском не была, а вот в мужском была. Но, честно говоря, меня просто уже и не тянет, потому что с тех пор, как появилась Кинки Пати, ну, в принципе, у меня отпало желание ходить вообще в обычные клубы. А у нас есть смешная история, не помню, по-моему, я не рассказывала её ещё в видео никому, как мы с Таней решили пойти в мужской стриптиз уже после того, как мы начали делать Кинки. Вот. И я просто в какой-то момент Тане говорю, слушай, у меня вот был классный опыт, ну, типа, давайте я просто покажу, что там происходит, потому что я запомнила этот опыт как прикольный. То есть на тот момент, когда я это начинала делать, это было весело. И вот мы приходим в этот клуб, и там сразу вот это отношение, знаешь, патриархальное в духе. Типа, здравствуйте, столик брать будете? Типа, из разряда вы богатые или нищиёбкие? Мы такие, типа, ну, мы не будем брать столик, потому что мы ещё не знаем вообще, что мы хотим, да? Типа, ну, идите в бар посидите. Вот. И как бы там, знаешь, каждый раз тебе подходит мужик, он там две минуты с тобой флиртует, такой, хочешь продолжение, обратись к менеджеру. Ну, и как бы такое немножко, знаешь, потребительское вот это отношение уже как бы бесит. С другой стороны, мы пришли заряжены, мы пришли с деньгами, и мы пришли готовые к какому-то опыту позитивному. Ну, там, поржать, посмеяться, выпить, потанцевать с кем-то, что-то может быть. И с нами в итоге начали общаться бармены, супер приветливые, симпатичные, и такие девчонки-девчонки пошли в приват. Мы такие, ну, пошли. Там, на полчаса. Называется у них как-то там эротический массаж. Причём это, знаешь, не три копейки стоит. То есть мужской стриптиз раза в три дороже, чем женский. Потому что, может, тебя путают. Ну, короче, женских стриптизов в Москве, там, не знаю, там 100, 200, такие цифры. То есть их там в каждом районе по два. И ещё эротических массажах 10, знаешь, на каждый там этот район. Я иногда, когда ищу, знаешь, когда я переезжала, искала там массаж, например, в новом районе. Обычный. Обычный, да. И ты там какая-нибудь тайна-спа. Ты звонишь, и они говорят, «Здравствуйте!» Я такая, так сразу понятно, что не туда. Ну, то есть, короче, этого много. В России этого много. И при этом мужской стриптиз типа один или два на всю Москву, да. И поэтому у них и цены подороже, и ведут они себя как говнюки, потому что они привыкли, ну, к определённым отношениям. Будут люди. Да. Вот. И, короче, заходим в эту комнату с ними. Они начинают делать нам массаж. И, естественно, этот массаж, он никакой. Это не анзол, понимаешь? То есть, это что-то вот он водит с близкими руками по спине. Мы с Таней начинаем скучать. Разговор как-то не складывается. Парни что-то смущаются. Типа он должен там подрочить, пожалуйста. Ну, он должен хоть что-то в нашем понимании сделать. Не, я просто не знаю. В смысле, или это просто массаж? Нет, ну, смотри. Ну, по идее, это должен быть какой-то эротический массаж. Раз он называется таким образом. Но при этом во всех клубах, естественно, секс запрещён. При этом, конечно же, когда я ходила, если сильно хочется, то можно. Но, короче, один из чуваков ушёл в туалет, и второй нам говорит, типа, он просто женат, короче, ему нельзя, а я, если что, готов. И показывает нам, значит, с Таней стоячий хуй, и пытается... А Таня как бы лежит, и вот тот её там просто вот водил руками по спине, вообще ничего эротического не было. Вот. И этот такой, типа, вот у меня, мол, есть хуй радостный, такой, начинает его Таней в рот совать. Я говорю, подожди, подожди. Я говорю, ты что, по-серьёзски? То есть ты сейчас... То есть мы сейчас за свои деньги должны пососать тебе? Это который даже не делал массаж? Да, ну, в смысле, там, они оба а-ля что-то делали, ну, как, знаешь, вот так вот мяли спинку. И мы такие, типа, чуваки, мы не понимаем. То есть, ну, что-то должно быть. Либо йони массаж. Хорошо устроились. Да, да, да. И он такой, вот мой член, это высшее счастье любой женщины, на пососи. Я такая, в смысле? Ну, я не знаю, куни сделать, да? Окей, не хочешь куни, там, допустим, по каким-то, там, не знаю, салфеток для куни у них нету, да? Там, за безопасность, допустим. Ну, сделай пальцами что-то. Ну, не знаю, надень перчатки. Ну, блядь, как это должно происходить в каком-то цивилизованном мире. То есть там просто вот этот патриархальный ад, знаешь, когда бабы пришли, и вот главное счастье женщины, вот он её вытащил на сцену, он берёт вот так её руки, вот так ласкать по своему телу, по своим кубикам, она такая, господи, вот так делает. И потом они ещё в танце как бы имитируют, как он её там ебёт по-всякому. И я такая, всё, меня это больше не возбуждает. Это странно, это уже не сходится вообще никак с моими ценностями. Понятно, интересная история. Вот, но, естественно, больше мы тогда никогда туда не вернёмся, не вернулись. В клубах обычных я себя тоже сейчас странно чувствую, знаешь, нужно играть в эту игру, когда ты стоишь там с бокалом, цедишь и там, и вот эти все подкаты, что типа можно ли я тебя угощу. То есть надо всё время иносказательно как-то делать типа вид, что тебе кто-то нравится, чтобы он догадался, и вот это всё. То есть я настолько уже привыкла прямо говорить о своих желаниях и прямо выражать свои чувства, и для меня это настолько уже в норме, что всё остальное, где нужно из себя что-то притворяться, я вообще не могу туда ходить. Такой сейчас вопрос будет, внимание, философский немножко. Ты думаешь, когда-нибудь в мире станет так, что каждый клуб это типа как кинки-пати, что это настолько будет обычным делом? Слушай, каждый клуб не должен как стать кинки-пати, потому что должны быть места, куда ты просто пришёл, ну, просто выпить, допустим, это некие рамки понятные, да, то есть ты сегодня не хочешь сексуального опыта, но я надеюсь, что в какой-то момент в мире станет так, что в каждое место ты можешь прийти и прямо говорить о своих желаниях. То есть чтобы познакомиться с парнем, тебе не нужно, там, делать намёки и вот это всё. Знаешь, я имею в виду совсем типа будущее, где сексуальная тема настолько не табуирована, а прям типа есть комната, ну, как в Капдаге, например, мы же были в Капдаге и ты и я. Там же в каждом, можно сказать, заведении, даже если ты пришёл пожрать, там есть место, где можно сексом позаниматься. Слушай, ну, мне не кажется, что это нужно. То есть мне... Не, я не говорю, что это нужно, я просто такой типа рассуждаю про то, что... Ну, вот сейчас это максимально закрыто, может быть, в будущем это постепенно будет раскрываться, раскрываться, если такая, знаешь, утопия немножко. Слушай, мне хочется, чтобы в будущем это не было табуировано, этих клубов, безусловно, было бы больше, у Кинки был бы свой клуб, было бы больше вечеринок разных, вот есть Кинки, есть там НЗМ, есть какой-нибудь там сэншуал пати, там, не знаю, есть кадл пати, где все только обнимаются, а сексуальный контакт, ну, наоборот, запрещены. То есть хочется, чтобы у человека просто было больше выбора, чтобы не было такого типа из разряда. Либо ты идешь на вечеринку с сексом, либо ты никуда не идешь, да? То есть в любом случае вариант, когда вот все, как есть сейчас, без секса вообще везде, да? Или в некоем твоем условном будущем, где секс есть везде, это тоже плохо, это некое насилие, да? Вот если я сегодня не хочу секса, и не хочу отказывать, и не хочу вообще заводить эти разговоры, я хочу просто в бар прийти одиноко попить, и пожаловаться там бармену на свою жизнь. Такие из места тоже должны быть. Или хочу пойти просто пообниматься. Просто считаю, что должна быть большая вариативность выбора без осуждения. Слушай, люди даже на кадл пати боятся ходить. Это вот где обнимаются. Я помню, как я в свое время туда ходила, и там приходили парочки, которые вот так вот сидели, вот так вот друг с другом, понимаешь? И просто вот с такими кругом. Они такие, расслабьтесь, подойдите к кому-то, почувствуйте контакт, можно просто там руками докоснуться. Они такие, господи, господи, как страшно, знаешь. Ну вот хочется, чтобы люди больше, да, открывались, больше были в контакте с собой. Я не считаю, что все должны быть сексуально раскрепрощенными. Люди разные. Ну да, наверное, правильно. Кому-то секс нужен раз в неделю, а кому-то каждый день, а кому-то раз в месяц. И это окей. Просто нужно, чтобы под каждого человека, под каждый запрос, было что-то свое. Вот, как мне кажется. Ну да. Ну так, ну, вся у тебя, получается, через всю жизнь проходит вот эта эротика. Тема секса. Тема секса. Или как? Ты так, можно что-то сказать про себя? Слушай, я могу сказать, что всегда, да, тема какого-то отношения, отношения мужчины и женщины. То есть, меня очень волновало в школе. Знаешь, ну просто кого-то больше, всех это волнует, но кого-то больше, кого-то меньше. Какие-то влюбленности, мальчики, как там всякие там потанцевать, медленный танец. То есть, в детстве это было не про секс и не про возбуждение, но просто вот большой интерес к этой сфере жизни. Когда я начала как бы заниматься сексом, был большой интерес тоже вот. А вот до того, как начала, но стало интересно, ведь тоже момент такой интересный, когда ты ещё просто видишь где-то там эротику какую-то или ещё что-то. Слушай, ну там я... Или у тебя сразу как стало интересно, так ты и пошла заниматься. Не, я находила какую-то порно у родителей. Ну, это было сильно раньше, чем я стала, собственно, им заниматься. Мне скорее, ну типа, ну скорее мне страшно было, непонятно. То есть, меня это влекло, мне было интересно, непонятно, как бы, но мне это как загадку хотелось разгадать. И я точно не спешила со своим там первым сексуальным опытом. У меня не было ощущения, что я должна скорее быстрее это сделать. Я сделала это с человеком, в котором была влюблена, сделала как бы по пожеланию. А потом, когда ты поняла, что нужно как бы искать себя... Ну я просто, я сейчас не без дат, без каких-то этих... Просто мне интересно, когда ты поняла, что вот тебе не хватает просто секса, как бы обычного, как у всех. А что-то тебе нужно больше. Слушай, у меня была такая, ну, довольно условно грустная история, да, потому что вот у меня была первая любовь, и как-то я очень сильно погрузилась в эту историю. И потом мы расстались, то есть, ну, типа, он меня бросил, при этом довольно так как-то неэтично это сделал в духе по СМС, знаешь. И я что-то прям настолько охренела, при этом у меня было такое воспитание, знаешь, бабушкина, которое, типа, ну, если нет, то и нет. И не надо, я буду гордая, значит. То есть мы как-то толком с ним не поговорили вообще, почему это произошло. Вот этот осадочек остался, и я очень сильно углубилась в какую-то вот свою карьеру, в кино, в занятия, вот, знаешь, в процесс некой взросления. То есть я потеряла какую-то вот эту творческую жилку в себе, да. А, то, что ты говоришь про период, когда ты работать стала очень много. Да, я очень много работала. У меня почти не было личной жизни. У меня не было друзей, с которым бы я могла как-то открыто на эту тему разговаривать. Я начала тухнуть. При этом я думала, что вот так выглядит взрослая жизнь. Ну, типа, вот взрослые, которых... Типа, всё стало взрослое. Взрослых, которых вижу я, они вот так живут, да. То есть они вот такие грустные, работают, и это нормально. Без секса и без всего этого. Ну, кто-то с сексом, кто-то без, да. На тот момент уже мои родители развелись, да. Ну, в общем, как бы это сложно. И у меня, если и был секс, то я вот, ну, начала где-то знакомиться в дейтинг-приложениях. Тогда ещё не приложения были, а сайты. Чё-то я пыталась, но у меня и энтузиазма на эту тему было не очень много, потому что я там страдала, ну, вот из-за этой первой любви. У меня и понимания, чего я от этого хочу, было мало. То есть что я с этим, ну, парнем, да, буду делать, потому что вот я была сконцентрирована на карьере. А потом в какой-то момент я просто поняла, что, ну, всё, я дошла до какого-то пика, надо что-то делать. Причём, кстати говоря, вот я вспомнила сейчас, у меня был один какое-то время продолжительный постоянный любовник тоже вот с какого-то дейтинга. И я тогда купила свой первый корсет, «Слушай, да что ж такое-то?» Да, ну, отлично. Десять раз уже человек позвонил. Типа, если не берёт, значит, картошка. Знаешь, есть такая же анекдот. Нет. Ну, типа, к любовнице, ну, жена изменяет мужа с любовником, вдруг звонок в дверь, она его сажает в мешок, и заходит следующий мужик, это ещё один любовник. У них там начинается, опять звонок в дверь, она его ещё в один мешок сажает. И приходит ещё один мужик, тоже её любовник. Ну, в общем, опять звонок в дверь, наконец-то приходит муж, и у него там четыре мешка стоит. Он один потрогал, там хрю-хрю, он такой, ну, понятно, свинка. Второй потрогал, там, не знаю, кухку, да, там, знаешь, этот, а, ну, понятно, тут этот, курочка. Третий трогает, молчит, трогает, молчит, трогает, молчит, в итоге, типа, этот любовник заебался, такой, вылезает из мешка и говорит, ты чё, не понимаешь? Типа, если молчит, значит, картошка. Какой-то очень старый анекдот из деревянских времен. Ну, я вообще кладезь анекдотов, давно Лёша всё время шутит, что он из поколения мемасиков, да, я из старого поколения анекдотов. Катя тоже самая. Блин, а к чему я про эту картошку вообще забыла? Что не говоришь по телефону? А, да. А, ты рассказывала про грустный период жизни. Ну, да, был грустный период жизни, когда я, как бы, потеряла себя, и благодаря тому, что вот... А, вспомнила я про любовника, хотела рассказать, что вот я купила свой первый корсет тогда, ещё, ну, не имея вообще никакого представления о том, что я там буду кинки-вечеринки или бурлес когда-либо в жизни делал, я просто увидела рекламу ВК, знаешь, вот эти вот такие классические корсеты, сейчас которые продаются во всяких секшопах, знаешь, с рюшами и юбочками, прям поехала в какую-то, знаешь, какая-то группа ВКонтакте, где девушка эти перепродавала эти китайские товары, я помню, я ещё мерила этот корсет где-то, знаешь, в лифтовой шахте, потому что у неё там дети, ну, короче, как обычно, знаешь, всё очень было странно, но вот я помню, что я купила этот наряд, очень этим гордилась, и пришла к этому любовнику, значит, презентовать свой образ, ему очень понравилось, а потом, ну, что-то мы потерялись, и прошло несколько лет, я вот начала только делать скинки-пати и встретила его опять случайно в Тиндере. Я такая, о, привет, ну, у меня так тёплые с ними были какие-то воспоминания связаны, и он мне говорит, типа, а чё делаешь? Я говорю, ой, ты не представляешь, я вообще, у меня такие изменения в жизни, я так прокачалась вообще в теме секса, и вообще так раскрыл свою сексуальность, вот там делаю, там, путешествую, покинки вечеринкам, он такой, типа, ещё больше? Ты уже была как бы довольна. У тебя корсет был. Ты чё, ты куда больше корсета? Типа, ты и так довольно раскрепощённая была, говорит, я не понял. Ну, в смысле, я не знаю, когда я вот начала сексом заниматься для удовольствия, а не потому что отношения, не потому что что-то, а вот у меня просто был, вот, допустим, любовник для секса. Я вдруг поняла, что это может быть просто для удовольствия, и, наверное, это сильно поменяло тоже моё некое представление о том, что... И тогда ты пошла вот в свинный клуб? Ну, не сразу прям, не с этого началось, типа, сначала вот... Как у тебя просто... А, это стриптиз. Ну, просто как у тебя в целом вот этот... То, что... Мне кажется, мне всегда оказалось удивительно, ну, что ты пошла одна и всё такое, это как бы нормально, но мне как бы тут никакого ничего нет осуждения. Мне просто интересно, как происходит этот момент, что ты такая, вот, всё, мне надо пойти. Вот этот, не помнишь? Слушай, мне было очень скучно, это первое. Мне очень хотелось трахаться. Ты прям пошла искать в Google, типа, свинный клуб? Да, да. Я знала, что такое есть, мне, условно говоря, кто-то сказал, ну, знаешь, как обычно. Я сейчас точно не вспомню, но это что-то было явно в духе. Мы сидели в баре с подружкой, у меня была подружка, с которой вот мы там регулярно, каждый выходной ходили в какие-нибудь клубы, вот такие стандартные. И как бы самое смешное, что я туда ходила конкретно познакомиться с кем-то и переспать или там пообщаться, переспать, да? И это было смешно, что мне было ощущение, что мне приходится этот секс доставать путём, что ты пошёл, накрасился. А, типа, что есть какое-то место, где это всё легче. Да, да, есть секс, где не нужно долго притворяться кем-то, что ты сюда пришёл просто так потанцевать. То есть, знаешь, ну, как бы, я помню, мы сидели... В общем, ты пришла в сынгер-клуб и такая по привычке, да, я сюда просто потанцевать. Ну, такие там тоже бывают. Ну, в смысле, знаешь, мне просто хотелось условно хакнуть эту систему. Знаешь, вот я сегодня хочу секса, и я гарантированно иду, и его получаю. И мне для этого не нужен парень, не нужны постоянные отношения. Там же стрёмно было вначале. Слушай, ну, там в целом стрёмно, но когда ты... Ну, я имею в виду, в первый раз ты, наверное, или как, или сразу ты такая, типа, ну, есть... Слушай, у меня есть, ну, как бы, типа, одна из моих главных, эронтических, вот, любимых фантазий — это ганбэнги. В тот момент я уже на них тоже активно дрочила, поэтому я пришла в клуб первый раз в длинном каком-то, ну, по тем меркам платья, супер закрытом, вся такая стеснялась ходила, и, наверное, часа два первые просто ходила с круглыми глазами, ну, а к третьему часу я уже посередине этого дивана зажигала, поэтому... Я видел тоже таких девушек, в смысле... Знаешь, просто мне кажется, когда это глубоко сидит, оно врывается на оружие. Ну, то есть у меня было внутреннее такое ощущение в духе «О, господи, мои любимые! Типа фантазии! Чего бы не попробовать!» Ну, то есть, знаешь, ну, как бы я увидела, что там в целом адекватно, в целом нормальные люди, в целом кто-то мне понравился, и что-то началось, и когда это уже пошло, я такая, блин, я всю жизнь об этом мечтала, это попробовать, почему бы не попробовать. Ну, это повезло, конечно, потому что бывают такие клубы, что вообще лучше, не забывайте. Слушай, это в любом случае, хотя бы, да, ну, конкретно хотя бы в свингроклубах существует этика обязательно надевать презерватив, никто тебе там не будет, знаешь, как, вот ты пошёл в обычный клуб, ты знакомишься с парнем, и начинается, ой, а давай без резинки, ой, давай то, давай сё, при этом ты идёшь в клуб, и ты не видишь члены, вот они, ты покупаешь условно кота в мешке, это случайный контакт с человеком, с которым ты ничего не знаешь, при этом ещё не факт, что он хорошо трахается, а в свингроклуб ты приходишь, ты видишь условный товар лицом, сразу, ты понимаешь, кто тебе нравится, кто тебе не нравится, ты точно знаешь, что человек наденет резинку, не будет на эту тему вообще выпендриваться, или тебе слово не скажет, и в целом, ты находишься всё-таки в пространстве с другими людьми, ты защищён, ты не пошёл к какому-то незнакомому человеку на квартиру, и он там, непонятно вообще кто, да, как часто бывают в этих всяких тиндер-свиданиях, ты пошёл в место, где ты окружён людьми, понятное дело, что сейчас я бы уже туда не пошла, потому что это не мои ценности, потому что я не хочу, чтобы секс был там товаром, мне в принципе через какое-то время стали всё-таки интересны глубокие эмоциональные отношения, поэтому, собственно, я вот сейчас встречаюсь и в отношениях, и так далее, тоже это какой-то путь жизненный, но на тот момент это было круто. Сейчас, конечно, выбирая между кинг-вечеринкой и свингер-вечеринкой, очевидный выбор, потому что, ну, свингер-клубы на тот момент было единственное, где ты мог хоть как-то себя безопасно почувствовать, но там много своих минусов, там невозбуждающая атмосфера, там эти мужики в тряпках, в этих... в простынях и шлёпках, там часто криповые чуваки, там часто отношения к женщине, ну, типа, женщина за бесплатно, да, а мужчина за дорого, поэтому женщина, типа, должна дать обязательно, а мужчина такой, типа, я заплатил, и у него такое отношение, в духе, о, мне никто не дал, а за что я вообще денег заплатил. То есть он приходит вот с этим потребительским, патриархальным отношением, это тоже очень часто сказывается на качестве этого секса. То есть на тот момент, когда я туда пришла, я такая, ок, классно, охуенно. Я полгода туда походила, ну, там, раз в месяц, два раза в месяц, и я такая, блин, чего-то хочется ещё. И я просто начала искать. Пошла в БДСМ, потому что это, ну, тоже была некая сексуальная тематика около. Я такая думаю, ну, где искать что-то интересное? Я просто не понимала, что я ищу, понимаешь? На тот момент я как слепой котёнок, ну, туда, ну, сюда, знаешь. Потом пошла в эти БДСМ, напоролась на фестиваль Шибари, попробовала Шибари, познакомилась с иностранцами, которые туда на перформанс. Рассказали про фестиваль Эксплор в Берлине, и вот там, наконец, я нашла как бы тусовку, и вообще понимание вот этих ценностей, я смогла их сформулировать. Я такая, о, мне вот всю жизнь нужно было вот это, чтобы ко мне там уважительно относились, чтобы соблюдалась культура согласия, чтобы это были опытные любовники, ну, когда я говорю опытный любовник, понимаешь, это весь спектр. Человек следит за своим здоровьем, он внимателен, он прямо говорит о своих желаниях. Это настолько важный скилл, что когда ты приезжаешь в место, где все чуваки такие, и женщины, да, и мужчины, ты такой, господи, просто это место, где я хочу жить, знаешь, я хочу здесь остаться навсегда. И очень хотелось создать что-то такое в России, и именно поэтому, собственно, мы начали делать кинки, да. Коротко, если заканчиваю эту историю. Опять у нас получается, я хотел про вдохновение, и всё такое, получается опять про твой этот... Ну, ты же меня видишь, спрашиваешь про путь, а в пути много вдохновения, а секс — это моё главное вдохновение в жизни. Но секс не как секс, вот, пенетрация, да, а секс как энергия, как что-то, что меня двигало, как некий интерес, который меня двигало всю жизнь, да. То есть я вот тоже рассказывала, но вот как бы мне нравилось писать о своих сексуальных приключениях, потому что это была некая тайна, и мне хотелось с кем-то этим делиться, а мне было не с кем, я была в вакууме. Да, кстати, книга твоя скоро. Когда-нибудь, может быть, да. Надеюсь. То есть я начала писать ЖЖ, я его недавно вот, ну, подняла, стала перечитывать, и там, конечно, так всё это откровенно написано, то есть это некий прям эротический, откровенный рассказ, и я каждый раз, когда это читаю, думаю, готова ли я. А рассказы эротические всякие ты любила и вообще? Да, любила, я прям читала и дрочила под них. А, кстати, а почему ты не, вот ты кино, режиссура, и всё такое, почему ты не делала, не пошла, например, в порно или в эротику снимать? Слушай... Или у тебя просто с кино плохие ассоциации? Нет, ну, я попробовала, если ты посмотришь все мои фильмы, в целом они довольны эротически. Ну, скажем так, там, один из там первых моих фильмов был про девочку, которая пошла заниматься БДСМом, то есть она была такая лысая. Я твои документальные вот смотрю. Ну, да, вот потом я снимал фильм про содержанку, собственно, которая, секс за деньги, да, изучала эту тему, и она как раз меня привела в своё время в этот, в стриптиз-клуб первый раз, познакомила с этим миром, вот, потом я снимала фильм про Шевари, когда во Францию ездила на стажировку, то есть, и плюс, у меня было два игровых фильма, один, с которым я выпустилась из ГИКа, там, тут треугольник, там есть сцена эротического сна, с сосками даже, прошу заметить, то есть, в смысле, я явно пыталась двигаться в это направление, в направление, ну, вот, треугольник, отношения, сексуальные отношения, потом второй фильм, который игровой, вот мой последний был, я сняла про насилие, да, то есть, про травму прошлого, которые мешают отношениям настоящим, и там тоже мы, это тоже очень, ну, сексуально связанная с темой секса, то есть, в целом, она меня никогда, эта тема не опускала, не то, что я с ним снимала, знаешь, всю жизнь про букашек, а потом, бац, неожиданно секс, да? Ну да, ну да, ну, хорошо. Я, кстати, выкладываю сейчас тоже на ютубе свои фильмы, руки, наконец, дошли, уже вот какие-то выложила. Ну, да, я про это всегда, и даже если люди как-то очень про это ничего не говорят, но я вот всех, кто приглашаю, и спрашиваю про эротику, и про это, всё, у всех, кто этим как-то увлекается, или у кого-то прослеживается, там модель, косплеер, или там художница эротическая, или ещё что-то, или танцовщица, у всех всё равно какая-то, ну, вот это проходит линия, интерес к этой теме. Может быть, вообще у всех людей, не знаю, просто кто-то никак подавляет потом в себе. Ну, вот мы с Таней часто об этом спорим, потому что у неё прям позиция, потому что она основывается... что у всех. Что у всех это есть, но у некоторых закрыто, там общедоступными, общественными нормами, моралями, вот религии и так далее, потому что она свой опыт такой прошла, да, то есть она, типа, была супер такой консервативной чувихой, и потом в ней открылся вот этот вот богатый мир. Но здесь же у кого-то там реально низкие гормоны или ещё. Вот, а мне всё-таки кажется, что все мы разные рождаемся. И что, ну, как бы, вот я для себя так считаю, что я от природы вот была наделена там повышенным либидо, и определёнными гормональными, да, наверное, как-то всё так сложилось, что вот тема быть звездой плюс тема сексуальности, вот это были две главные темы в моей жизни, вот какое-то актёрское мастерство, режиссура, организация людей. Знаешь, вот я помню, что когда пыталась понять, чем бы я хотела заниматься, мне нравится организовывать, то есть я знаю, что у меня получается как-то вот собирать команду, что-то вместе, давайте распределить роли, объяснить, что надо делать, да, это, потом мне нравится заниматься сексом, мне нравится тусоваться, и мне нравится выступать. И в целом это именно то, что я сейчас делаю. Я, кстати, напомнила это пост, по-моему, Тани был, или ещё что-то, Кинки Таня, если что, Со-учредитель, Кинки Империи, был пост про то, как она долго не знала, чем тоже заниматься, и какой-то парень там на балконе спросил, что она больше всего любит жизнь, и она сказала, секс и вечеринки, и он такой, ну так вот, типа, делаешь секс-вечение, и она такая, ты что, дурак, а потом через два года, да, но это на самом деле, и я про это очень часто вспоминаю, это очень хороший лайфхак, если вы не знаете, чем заниматься, просто нужно подумать, что вы любите несколько вещей, которые вы любите больше всего в жизни, без предрассудков всяких там, потому что многие каш-секс не назовут, но на самом деле, ну, многим он и нравится. Многие просто не знают, что им нравится в сексе, да, надо изучать. что они не знают, что нравится в жизни в целом. Это да. Вот, но вообще вы берёте несколько вещей, которые вам нравятся, их комбинируете, и получаете дело мечты. Согласна. Я хочу пописать. О чём, мы ещё поговорим? Сколько осталось время? Нисколько мы уже говорили, я имею в виду. Мы говорим час тринадцать. А, ну, на самом деле, ты сам командовариваешь. Не, мне нравится вообще. что мы достаточно о многом поговорили. Не знаю, остались ли у тебя ко мне ещё какие-то вопросы. про... На камеру, так сказать. Про феминизм, про всё вот это мы не поговорили ещё, потому что это очень хорошая тема, которая очень важна, и тоже градообразующее предприятие, можно сказать, вас, и в Бурлеске, в Кинке. Ну, давай, писай и поговори. Да, а ты говори, а ты говори, а я не буду ставить. Рекламная пауза. Блин, сори, это слишком смешно, я себя чувствую очень странно. Так, чтобы там не журчало в туалете, можно быть, напеть песенку. так вот, так вот, все песни просто резко выпали из головы. Я лучше сделаю то, что я лучше всего умею делать. Буду танцевать. тут надо подложить какую-нибудь музычку, я считаю. Так, я все, что могла, сделала. А, кстати, я же принесла Андрею подарок, хотела подарить. Сейчас расскажу, что это. Я вспомнилась, что я тебе принесла подарок. А ты говорила прям сейчас? Чуть-чуть говорила. Клево. Давайте. Дарить. Ой, извини, я должен был сделать ты. Что-то хоть сама бы себе. Захотелось, потянула. Короче, это же... Машхоз. Да, свечка от Машхоз. Кстати, тоже люди, которые благодаря Кинге Пати нашли себя. Нашли себя, да. О, картинка. Вау, какая картинка. Ууу. Сейчас, секси. О, еще и наклеечки. Свобода выбора дает нам свободу самореализации в любых, в любых видах творчества. Мы создаем секс-позитивную экосистему. В общем, крутое наклеечки. Спасибо большое. А, это леденец. Это не свечка. Не свечка оказалась. Это леденец. Вообще, не к теме все равно. Ты не знаешь, кто был прототипом? Так, сейчас попробую узнать. Нет, это точно не я. Нет. А ты была? У тебя есть? У меня есть. Мы даже как-то на... Когда у нас была Алиса, Алиса в стране чудес, у нас были эти печеньки в виде вагин. Съешь меня, это были вагины мои и Танины. Типа, у нас концептуальные были вагины. Круто. Прикольно. Ну, давай теперь про феминизм поговорим. Да, я знаешь, какой хотел... Ну, не просто про феминизм, это все понятно, в принципе. Мне вот интересно, раньше секс, порно и все, это было связано с таким жестким патриархатом, всегда такие мужики, знаешь, и вообще такое, типа, женщины там, ну, ни во что особо не ставились, и все такое. Был чисто мужской мир, где мужики пришли зарабатывать бабки, для этого используют женщин, там, и какие-то цели свои добиваются. Это называется патриархальной системой. Да, если что. Ну, вот раньше так было, до, там, 90-е, даже, может, на 2000-е начать. Да, до сих пор. Ну, где-то. А вот, но сейчас вот это все секс-комьюнити, оно, секс-позитивное комьюнити, оно очень феминистическое, очень все такое продвинутое в этом плане. Чем это обусловлено? И действительно так, и вообще, мне кажется, в целом мир меняется в эту сторону, и даже если сейчас взять каких-то, там, не знаю, порно-актрис, или кого-то из, даже из индустрии, то есть они будут тоже намного более секс-позитивные и более подкованные всей этой теме, чем 10 лет назад. Это, конечно, очень крутой сдвиг, и все это правильно, ну, мне кажется, так и должно быть, но как, почему так это резко произошло? Потому что люди как-то осознали, себя больше стали читать, видеть, узнавать. Слушай, не люди себя осознали, а женщины себя осознали. Женщины получили больше свободы. Не люди, а женщины сейчас немножко секс-позитивные. Ну, просто мужчины давно себя осознали, потому что в патриархальной системе все делается для мужчины, для его удовольствия. Мужчина за этим тоже очень много теряет, потому что он должен соответствовать этих высоким стандартам, он должен обеспечивать семью и еще любовницу, еще быть классным мускулинным мужиком на работе, и чтобы хуй стоять, и вот эта куча всего, короче, патриархальная система вредит абсолютно всем, это четко, в мое мнение. Но суть в том, что долгое время мы изучали мужчину, мы изучали пенис, как он устроен, биологи, там, не знаю, виагры придумывали, все для того, чтобы даже в сексуальном плане удовлетворить желание мужчин, в порно удовлетворять желание мужчин, потому что они были основными его пользователями, и так далее, и так далее. А потом вдруг, в какой-то момент, благодаря демографическому кризису, сдвигу, да, даже не кризис, ну, как бы просто изменения, да. А в смысле, что женщин больше стало, или что? Нет, нет, это связано с тем, что люди стали меньше рожать, больше ценность жизни, больше люди вкладываются в там, единственного ребенка, или там, двух детей максимум, то есть, в развитых странах меньше рожают, в развитых странах дольше продолжительность жизни, люди рожают позже, меньше, но при этом дольше живут, система здравоохранения лучше, об этом замечательно говорит Шульман, можно посмотреть любое интервью, это политолог в интернете, замечательно говорит, понятно, интересно, не буду сильно на этом останавливаться, суть в том, что произошла сексуальная революция, которая дала женщинам возможность принимать таблетки, появились презервативы, женщина приобрела контроль над своим телом, но от того, что это появилось, приобрела женщина это намного позже, потому что все равно, да, не сразу женщины стали покупать презервативы, допустим, то есть на это все потребовалось, на эти изменения потребовалось время, плюс там, ну, много всего произошло экономически, да, То есть это, грубо говоря, одна из взрывных волн революции сексуальной сейчас происходит, получается? Ну, я думаю, что да, причем я думаю, что это везде. То есть как бы третья волна феминизма сейчас идет, да, можно сказать, и сексуальная революция тоже, Слушай, лицом к лицу лица не увидать, не очевидны, да, эти вещи, я надеюсь, что да, и надеюсь, что это будет продолжаться и развиваться, потому что, конечно, ты никогда не знаешь, что произойдет, вот, знаешь, был, были греки, было развитое гражданское культурное общество, а потом хоба-хоба-хоба-хоба, варвары пиздец, средневековье, понимаешь, ну, мы не знаем, может быть, нас завтра сожгут, как видим, на костре, и мы вернемся средневековье, то, что качели вот такие постоянно тоже в культуре, причем они так ускорились, мне кажется, в плане, что даже за наше время уже было несколько раз в 90-е раскрепощение, потом закрепощение, потом опять раскрепощение, вот у меня на глазах, например, было с Америкой, когда я там жил, например, сначала суперлиберальная повестка при, там, Обаме и прочее, и потом, мне кажется, как-то люди немножко устали от всего вот этого типа свободы и прочего, что такие, хоп, а выберем-ка мы Трампа, например, который все закрутил, гаечки и все остальное. Ну, у них хотя бы, блин, маятник раскачивается, знаешь, хотя бы там 8 лет. У нас пока он идет в одну сторону. Только в одну сторону. Ну, надеюсь, что на нашем веку мы еще молодые доживем. Хотя вы же создали кинки-пати как раз при Путине, в смысле и при маятнике. Может быть, вы дали толчок? Мне кажется, вы очень хорошо этот маятник из стороны мракобесия толкаете в ту сторону. Ну, понимаешь, мы с одной стороны толкаем, а с другой стороны мы это капля в океане. Пока что это нельзя назвать общей доступности. чем больше про это говорят, чем больше всяких подкастов выходит, интервью и прочее, тем больше людей узнает. Ну да, не все, конечно, требуется время. Мне кажется, знаешь, надо вот программу подруги Таня ходила, она на кинки-пати ходила? Да, она на кинки-пати был интересный выпуск в программе, нежный редактор. А я еще хочу сказать, у этого было же, у Пивоварова. Ну, у Пивоварова в меньшей степени, он снимал вообще про все и довольно скучненько получилось, потому что там большой был акцент еще на всякие секс-бдсм-отели, свингер, культура и так далее, которую смотреть без слез просто невозможно. там такой, знаешь, он брал интервью такого супер классического свингера вот с этой вот, блядь, в какой-то сауне с вот этой вот водкой, селедкой, просто это как господи же. И он еще такой, мы свингеры, мы меняемся только пару на пару, а остальное блядство. Я такая, что за лицемерие вообще ужасно. И мы там как бы были одними из героев. А вот нежный редактор сняла прям конкретно про нас выпуск, она сходила к нам на вечеринку, ей понравилось, потом она принесла этот выпуск, показать своим подружкам, и они просто ватски засрали. Но ты, если не был, ну как бы не осуждали. Ну вот да, я что хотел сказать, многие люди возвращаются через год к вам. Также вот друзья наши, они же первый раз, она мне рассказывала, вот Маша, они первый раз пришли, а потом через год пришли, по-моему, второй раз. Да, они год негешейшин у них был, договаривались об отношениях, что кому можно, что кому нельзя, чуть не расстались, но договорились. Ну мне кажется, это такой путь принятия, и даже было бы интересно вот выпуск подруг, например, сделать через год или через два года, типа, как прошло время, поменялись какие-то мысли или ещё что-то, потому что, мне кажется, очень много, у тебя как бы вначале в мозг такая инъекция попадает, и там она чуть-чуть варится-варится, и ты уже через какое-то время приходишь к какому-то выводу насчёт этого. Интересно тебе это, неинтересно, и вообще стоит продолжать, не стоит. Да, 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 да. Просто люди приходят иногда, знаешь, и смотрят через какие-то свои очки, через какую-то призму. Я пришла, вот я приготовилась, и я иду смотреть на разврат, и вижу разврат, ну потому что я что хочу, то и вижу. Сразу с искажённым восприятием. А иногда, если, ну да, чем больше у тебя опоры вообще в жизни на себя, чем больше ты сомневающийся человек, знаешь, как бы, у тебя нет какого-то жёсткого мнения по всем вопросам, ты такой, я готов рассмотреть варианты с этой стороны, с этой стороны, ну тем больше в целом вообще в твоей жизни широты, кругозора, каких-то интересов. Открытых взглядов. Ну да, да. Кому-то это просто не надо, кому-то это слишком сложно, кто-то родился в таких семьях, где настолько жёстко было, что человек просто, ну не может, то есть он даже к психологу дойти не может, потому что он боится, что там титанические какие-то плиты пошатнутся, и лучше он будет делать, как он привык, условно там, по четвергам с любовницей тайно, чем начать разговор с женой там об открытых отношениях. Да, да. Или вообще, там, не знаю, поменять свою жизнь полностью, тоже очень страшно. Страшно. Ну вот, кстати, ты же столкнулся вообще-то с такой ситуацией. Поменял, можно сказать, жизнь, приехал в Москву, но... Считаешь ли ты, что кинки пати сломала твою жизнь? Сломала в лучшую сторону, разве что? Ну, в этом и речь, знаешь, иногда кажется в моменте, что в худшую, а всегда в итоге потом в лучшую. Ну, мне так кажется. Ну да, да вообще, мне кажется, нет такого лучше, худшего. Просто то, что, наверное, человеку больше подходит, то и лучше для него. Вот ему и кажется лучше. Для кого-то это было бы, например, ну, не знаю, хуже. Мне кажется, что всё лучше стало. Все себя лучше поняли. Вот. Так что, так что, мне кажется, сплошные плюсы. Плюса! Сплошные плюса, никаких минусов. Как говорят некоторые. Ладно, что, давай будем заканчивать. Уже много мы наболтали. Согласна. Я думаю, полтора, это прям хорошо. Да. Мне уже, смотри, платье натерло. Хочу снимать. А, ну сейчас снимешь. Ладно, спасибо большое. Если досмотрели, пишите какие-то вопросы свои, может быть, подписывайтесь на Таю и, может быть, потом ещё, если будет слишком много вопросов, придёшь, ты ещё. Ну, посмотрим, мне кажется, да. Много сегодня ответили. Дальше уже надо своим опытом приходить на наш мероприятие, приходить на Лэдисон Бурлеск, шоу в Москве, на Кинге Пати пока тоже ещё в Москве, может быть, когда-нибудь мы доберёмся других городов, но пока нам тяжеловато. Тяжеловато, в смысле, что вам и самим особо не охота? Ну, нужен какой-то человек хороший на местах. При этом нам часто иногда пишут в духе, ой, приезжайте в наш город, а мы вам поможем. И мы такие начинаем, ну, типа, а вы были вообще на наших играть? Вы понимаете нашу концерт? Нет, мы ходили в свинкер-клуб, а мы всё поняли. Я такая, нет, вы не поняли ничего. Во-первых, во-вторых, нужно для этого очень много сил и времени. Люди думают, что они это, знаешь, левой ногой сделают, ну, это неправда. Вы через пять лет только в Москве нашли команду, на которую можно полностью положиться. И без вас до сих пор делегируем. Ну, короче, в планах есть, но пока всё время не получается. Но, кстати, есть же онлайн кинки. Да, есть Zoom Orge. Вот, это тоже интересный вариант. Многие, многие мои знакомые побывали первый раз на Zoom Orge, потом решили пойти на кинки. Да, это очень хороший вариант, если вы живёте не в Москве или если вы бояшка и вам непонятен формат и вы всё ещё задаётесь вопросом, что же там происходит и надо посмотреть. Самый безопасный вариант можно даже без экрана, без камеры просто прийти посмотреть на Zoom. То есть там в маленьких окошках люди что-то делают, как и на кинки-пати там. Кто-то сексом занимается, кто-то просто танцует, кто-то просто сидит, общается, кто-то связывается, кто-то подвешивается, кто-то массаж делает. Ну, в общем, что угодно. Перформансы там бывают. В общем, мне кажется, знаешь, на самом деле, если вам эта тема интересна, если вы пошли там на Zoom... уговаривать не надо. Люди сами придут, если им надо. то рано или поздно вы всё равно до этого дойдёте. А если как бы вам вообще параллельно на всё, что мы говорим... То вряд ли вы смотрите это видео сейчас. Да, то и всё равно вас не заставить пойти и не уговорить, хоть как бы мы говорили, как там хорошо и весело. Да, да, не скажем, ой, взросчуги! Ладно, вот на этой ноте мы и будем заканчивать. Всё, всем пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok